Привет, ребятки мои! Доброй ночи или доброго утра! Не знаю даже, как правильно сказать. Сейчас 12 часов ночи, почти 30 минут. И мы ждем микроавтобус, который подвозит большим автобусом. И поедем в Иорданию, в Петру. Так, мы в паромчике сидим. На паромчике. Это вид из нашего окошка. Правда, оно очень грязное. Плыть 45 минут. Короче, люди рассказывают, что в Израиле пересечь границу еще сложнее. Там 3 часа в очереди стоять. Надо будет, да ну его нафиг. Такую экскурсию. Мы еще не пересели. Мы только египетскую, то можно пересекать. А, так что у нас еще все впереди. У нас еще и Орландская. Это я еще рано обрадовалась, да? Да еще тут непонятно, заморочка с тестами и пациентами вообще. Да, у нас вообще вакцины. По идее, мы должны без всяких проблем перейти границу и Орданскую. Но не факт. Мы должны будем пройти и там сдать ПЦР по 40 долларов. Больше всего раздражал этот маленький автобус. У меня спина болит вообще. У меня шея. Я не спал, грубо говоря. Вот здесь мы границу пересекли. Ну все, поехали. Я надеюсь, из-за сильного ветра не будет огромных вголок. Путешествие продолжается. Даже пяти минут, наверное, мы еще не плывем, сказали приготовить паспорта с фотографией показать. Мы их показали шею пять раз, пять. Это уже будет шестой раз. Это шестой раз. Домики тут побогаче. По крайней мере, здесь яхты. Ох, ничего себе. Это что там за техника такая едет. Обработка от комаров. Я, кстати, не видела. А, так, у нас на этом, на севере. Я там в детском вашем лагере не была. А вот в Египте мы еще ни в одном месте не встречали. Тесты нас заставили сдавать. Фу, как это неприятно. Во-первых. Во-вторых, стоишь и нервничаешь. Вообще, какой там тест покажет. Что-то две недели в Иордании за свой счет мне не хочется провести. Уже весь паспорт истыкан, и с чем только не отмечен. Короче, мы прошли. Пошли сейчас в туалет. Потом будем собираться. Нам дали название группы. Ромашки. Вот мы и в Иордании. Страна уже другая. И чувствуется, что все другое. Чище, люди побогаче. Вот смотрите, размененная жизнь. Сдали мы сейчас тест. Вроде как мы вакцинированы и нам не надо, у нас есть соглашение. Но, но, всем плевать. Вот, и в Индополож 40 долларов за каждого. Заплатили мы 40 долларов. Сделали ПЦР-тест экспресс. И никакой сертификат вакцинации здесь никому не нужен. Все такое чистенькое, красивенькое, свеженькое. Где там наши ромашки собираются. И другие группы. Пойдем присоединимся. Смотрите, сколько рыб. Вообще огромный. Они здесь плещутся. Подошли посмотреть, кто тут плещется. А там столько рыбы. Но вода здесь такая прозрачная. Сели в автобус. Два часа нам еще ехать. 140 километров. Сейчас наши ромашки все загрузятся в автобусе. Поедем. Кто хочет, пожалуйста, можно туда ехать. Вырвлю какие-то. Прямо него стоит. Поездка в Иорданию мне показалась самой утомительной. Третье кажется. Тут очень холодно. Градус 49, наверное. И вот смотрите, мы приехали на смотровую площадку. Это лес с лучшим панорамным видом. Музей? Да. Мы потом сюда зайдем после экскурсии. Пробежимся. Да, потом встанем, зайдем, посидим. Город Вадимуса. Мы приехали куда? В Петру? В Петру. Неужели мы добрались? Сейчас будем 6 километров. Потом кидал на этот музей. Пойдем в автобусе лучше посидеть. Фри Эндрик. Бесплатный вход. Жаренный. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Петра. Мы сейчас где вообще, я не понимаю. А, вон. Все, понял. Тысячи лет до нашей эры. Петра визитер-центр. Ресторанчики. Как обычно всякие. Евгений, это мерзнет. Систерок такой. Неприятный. Камера вся в пыли. Телефон в пыли. Все это Петра. Тут ее. А, смотри, что нужно, говорят, 3 дня. Вот. Так что у нас, как обычно, голубо по Европе. А если неправильно. Бывают такие случаи, когда прогноз говорил одной. И пошел сильный дождь. Это редко бывает. В этом случае, когда человек, ну как, заранее предупредили, что будет наводнение. То, что они увидели из гор. И мы побежали в каньон. Бежали тогда. И в конце каньона мы шли поводить где-то вот так. До колена. Ну, выше колена была вода. И, слава Богу, в тот день никто не пострадал. Но на сегодняшний день можно вам и радоваться. То, что сегодня обещали. Друзья, ну-ка. Страби, по воду, магнитки, морочные, красивые. Захватите ромашки. Магнитки, обратно пути, пожалуйста. Пять магнитки, один динар обратно пути. О, смотри, каньон. Красота какая, смотри. В общем, дорогие друзья, вот это главная дорога до города. Название это дорога Сыг. Сыг это сирианское, арабское название. В переводе на русском, честная дорога. Длина этого Сыг 1216 метров. Минимальная ширина 3 метра, максимально 17 метров. Вау, тут вообще прикольно. Вот это каньонище. Блин, страшно так, на табы сейчас висает. Тут высота, не знаю, метров 200. Это вот высота. Неимоверная высота. Не знаю, масштаб тут видно, не видно. Кусочек уже отмомился, видишь? Кусочек, видишь, отмомился? Он на канате как держится. Нафиг, я не пойду. Абуратно идем. Да. Там, смотри, перемотали, синие изоленты не хватает. А тут остатки римской дороги. Остатки римской дороги. Римляне везде дороги постреляют, смотри. Куда ни прийти, вообще. К нам бы зашли, не было. Смотрите на эту скалу, на что она похожа? На рыбу. На рыбу? Или на череп. На череп. Молодцы, на рыбу. Правильно. Всем видно рыбу? Вот и все. Рыба так рыба. Хорошо, теперь давайте отсюда посмотреть на рыбу, на что она похожа. Нас на нас. Правильно. Голодный, как слон. С одной стороны рыбу, с другой на слона. Это все природа создала. У кого есть богатая фантазия, здесь можно много всего, что фантазировать. Смотрите, вот там. Вот так, сверху вниз, вот эта гора вот ближе. Мордочка лошади, видите? Видно, да? Сверху вниз. А сверху, направо, вот рядом, лицо человека. Правильно? Да. А если еще покурить, то много всего, что можно. Ух ты. Блин, я руку задирать так не могу. Вот тут тоже, смотри, заделали. Вот камешек упал, тоже маленький. Ой. Что-то где-то рюли не филонили, по-моему. Запинается. Ой. Щелка сужается. Вот она сужается, и начинается сильный ветер. Какое растение. В общем, вот там самое узкое место в каньоне. Три метра. Не, ребята, это надо глазками смотреть. Честно. Это даже бесполезно, что-то снимать, это надо глазками смотреть. Это просто щупать, ощущать. Ты посмотри, какая она ответственная. Там, смотри, вон вверху, этот, вот тут вот вырублено квадратное окошечко. Метров, не знаю, ну, 200-300. Мы не жили другой невесты и святой человек, который стоял между ним вот так и держал их рук при их трех облах. Это придумали, что выншались в местной ветвине. Некоторые артеологи считают, что древние жители тут казны. Это даже мой взгляд. В принципе, одноэтажик. Макшиш положено. Теперь, чтобы вы все туда смотрели на самый дальний гараж. Видите, где тем выше, на самом верху. Ближе сюда, вам оттуда не видно. Ага. Вот там гаража. Вот там гаража. Вот там гаража. На что вам, ну, ружья ваша фантазия. Что вы там видите? Фигопашка. Фигопашка, динозавра, что еще? Профи-профиль. Это профиль человека. Вы правильно, да смотришь. Ну, там ничего нет. Назад туда смотреть, нельзя. Нет, так не получится. Давайте друг за другом домой пойдем. Понятно? Еще направо, направо. Нет, нет, так не получится. Давайте, 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 направо. Направо еще, еще. Стоп. Поворачивайтесь на этой стороне. И двигаемся примерно до конца. Я хочу посмотреть на вашу реальность. Еще, еще, еще. Дальше, дальше, дальше. В принципе, и там ничего нет. Теперь поворачивайтесь на другую сторону. Тогда смотрите, пожалуйста. О-о-о-о. Подальше к ромашке. Федра. Ребятки, вот она. Вот она. Еще одна мечта в копилочке брякнула. Вы посмотрите на эту неописуемую красоту. Неимоверную. Ху-ху. Вот она, Петра Евгения. Петра. В общем, дорогие друзья, это самый лучший объект, который сохранится в этом городе. Его называют... Просто на этих местах не обращайте внимания, пока рассказываю. Окей? Не смотрите на них. А так они будут стоять рядом с вами. Это самый лучший объект, который сохранится в этом городе. Как видите, по вашей левой стороне, это все, вы сейчас не перескали. Во-вторых, смотрите на верх потолок. И за вами высокий город. То есть ни дождь, ни ветер, ни солнце не разрушается. Поэтому самый лучший объект, который сохранится в этом городе. Вот она, Петра, прикиньте. Вау. Вот, наконец-то мы дошли. И сейчас обратно пойдем. Женя замерзла. А замерзла вообще. Как цуцек. Вот. А говорил я, говорю, возьми эту штуку. Да, конечно. Возьми. Я ей прогноз погоды, Даша, вчера сказал. Как и жильнее они фотографируются. Вот тут они фотографируются. Они вот здесь поднимаются, там наверху. Вон там еще, да. И говорят... Да не все потом доходят. Не все остаются живые. Говорят, вот падала девушка. На смерть. Вон там еще туда. Да, мы, короче, не пошли дальше. Я так понимаю, там будет все вот так вот. Да, да. Там пошкребли, тут пошкребли. Пойдем в обратную сторону. Я снимать уже не буду этот каньон. И так много. Вот сейчас мы... Поднимемся, прогуляемся. Да, пойдем выбирать магнитики. Мы зашли в музей Петры. Вот смотри, водопровод. Глянинный. Глянинный водопровод. Пошли по музею гулять. Жене сказали, надевай маску, она говорит, нету. Ну, не проблема. Проблема, подсудите как. Да. Ну, что скажешь, Петру стоит ехать летом. А почему именно летом? Ну, потому что, я не знаю, тут зимой жопа. Надо просто теплые вещи брать. Нет, тут ветер. Нам не повезло, что сегодня ветер. Просто. Да. Вот, сегодня ветер очень сильный. Очень тяжело. Да, и добираться тепло. Один раз можно, конечно, все испытать, чтобы увидеть. Да, опять, без детей. Да, один раз такое, помучаться, увидеть и все. Бедуины эти доставучие вообще в родину. Вообще, дорога очень тяжелая. Не, ну, нам достался. Тойота Хайс, маленький автобус. Мы не выспались. Ну, в большом автобусе еще можно спать, а в этом. И я не понимаю, они как будто, да, они как будто искусственно, искусственно. То есть, мы выехали в 0.40, мы только в 3 подъехали к аэропорту. И, ну, выехали из Шар-Мальшейха в 3. Ёлы-палы. Потом ехали 75 километров до первой остановки. И... Вообще, просто, да. То полицию, друзья, то еще что-то. Короче, 200 километров, мы, можно сказать, ехали всю ночь. Где ты из? Руссии? О, хорошие люди. В Америке. Спасибо. Хорошо. Хорошо. У меня есть два парня русских в английском Очень плохо Два русских идут сейчас и покупают барфан У меня есть хороший барфан О, смотри Это Саудский Это Саддам Хусейн Мани Иракский Иракский Россия, ты хочешь кофе? Спасибо Мы только что Спасибо, ну вот Я полный Это реально сервер Красный бисер Это обал Обал Это женщина Женщина? Женщина это проблема Да 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 Всегда дома Тебе нужно все время дома где-то оставлять Саддам 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 Ну, сейчас Два доллара и флаг Два доллара Саддам Ну, я понимаю Эпоха Хорошо 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 Смотрите Торгуемся за банкнота Саддама Хусейна Два доллара Окей Саддам Саддам Хорошо Хорошо Ну А что, Ирка? Саддам Саддам Нет, нет Это русские Я богатый человек Выбрал Выбрал В Москву Выбрал Как бизнес? Рот и рот Они будут Выбрали Но Есть видео Вы увидите, что это из Джордана Да Прекрасно Поперегались Что-то кто-то написал Напишите Что-то написано Эпоха Эпоха Целая эпоха Саддам Хусейн Здесь они воду покупают Из другой страны В Сирии Покупают воду Сделали музей Музей Который со всех сторон Вот так вот С водой омывается Погуляли мы тут Немножко по городу Акаба Да, с Евгением Размяли ножки Ага Бохлишко был продается Такой Чистенький, аккуратненький город И с Египтом Вообще разница кардинальная Да Магазинчики Более цивильные Кафешки Да, да, да Цены выше Родовцы за тобой не бегут Никто не навязывается Да Не торгуются Мы в центре города В центре города В центре города